МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения. Ваша информационная программа Республика. С главными событиями понедельника и минувших выходных вас познакомят наши корреспонденты. Я, Ольга Панова, сегодня в выпуске. Вперед к новым возможностям. Подписано соглашение о сотрудничестве между Кабинетом министром Чуваши и Сбербанком России. Как учить учителей? Вопросы подготовки будущих педагогов обсудили сегодня на еженедельном совещании правительства Чуваши. На старт, внимание, марш. В минувшее воскресенье в 80 регионах страны прошел массовый забег к Роснации. Вопросы подготовки будущих педагогов и создание условий для самых юных жителей Республики обсуждали сегодня в Думе правительства. Как проходят ремонтные работы автомобильных дорог и когда решится вопрос с очередями в детские сады, узнала наша съемочная группа. 14 детских садов появятся в Республике в новом 2015 году. Увеличится количество ясельных групп, которых на сегодняшний день особенно не хватает. Старые здания детских садов надо сносить, а не ремонтировать, подчеркнул Михаил Игнатьев. В дальнейшем мы не будем стремиться возвращать эти детские сады с 60-70-х годов постройки. Кто хочет, нам могут безвозмездно передавать. Мы за эти же деньги будем строить новые современные детские сады с новыми залами для нашей продвинутой, телеустремленной молодежи. Это очень важно. В случае в комсомольской школе, где молодая учительница жестоко обращалась с детьми, по-прежнему на слуху. Особое возмущение вызывает тот факт, что администрация школы знала о конфликте и ничего не предпринимала. Чтобы предотвратить повторение ситуации, действовать надо комплексно. И начать следует с учебных заведений, которые готовят педагогов. В адрес всех учебных заведений, которые готовят у нас педагогов, отправлены письма с требованием об увеличении часов на темы воспитания детей, профилактики и разрешения конфликтной ситуации между учителями-детьми, между учителями-родителями и создание благоприятной среды как в классе, так и в школе. Еще одна насущная проблема. Со следующего года дорожные пробки сократятся, заверил министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской республики. За 8 месяцев отремонтировано почти 100 километров автомобильных дорог. Ремонтные работы направлены на расширение дорожных полос и усиление безопасности всех участников движения. Перекрытые дороги, затрудняющие движение, явление временное. К зимнему сезону основная часть ремонтных работ завершится. Дарина Игнатьева, Надежда Яковлева, Евгений Анисимов, Республика. Новые перспективы для крупных, средних и малых бизнес-проектов открывает для Чуваши соглашение о сотрудничестве со Сбербанком России. Соответствующий документ глава Чувашей Михаил Игнатьев и председатель правления Сбербанка России Герман Греф подписали в рамках Международного инвестиционного форума. За 13 лет Международный инвестиционный форум в Сочи превратился в огромную площадку, на которой реально делается бизнес. Ежегодно здесь заключается контрактов на сотни миллиардов рублей. В этот раз только Сбербанк России подписал несколько соглашений с государственными корпорациями и регионами страны. Подписывая документ, губернаторы делились планами, которые будут воплощаться при поддержке Сбербанка. Рассказывали об уже реализованных проектах. Глава Чуваши Михаил Игнатьев отметил, сотрудничество принесло немало пользы и республике, и самому банку. В Чувашской республике я хочу потекнуть из 61 миллиарда рублей кредитного портфеля Сбербанка по нашим регионам. Это 50 миллиардов рублей, это реальный сектор экономики. Это промышленность, это строительство, это ипотека. И остальная часть – это потребительские жены. Для Чуваши это уже не первый опыт сотрудничества. Нынешнее соглашение логически продолжило все предыдущие. При этом сам Сбербанк также видит ряд положительных моментов. Пустых соглашений мы не подписываем, отметил Герман Греф. В Чуваши была одним из первых регионов, где мы использовали опыт в кризис субсидирования ипотеки. И этот опыт очень хорошо оправдал себя, и мы стали подписывать подобного рода соглашения со всеми субъектами федерации. Сегодня у нас не со всеми субъектами есть, но, наверное, с двумя-третьями субъектами федерации есть подписанное соглашение. Это привело к тому, что в структуре покупки жилья вес ипотеки вырос примерно с 10-11% до 30-35%. Это, конечно, подтолкнуло и жилищное строительство, как отрасль экономики, и самое главное – обеспечило огромному количеству молодых семей, работник социальных работников, субсидирующих, дефицитных специальностей населения получить собственное жилье, что критически важно. По новому соглашению Сбербанк намерен участвовать в реализации жилищных программ, развитии агропромышленного комплекса, энергетики, систем связи, телекоммуникаций, транспорта, индустриальной и инновационной инфраструктуры Чуваши. Общая сумма – более 5 миллиардов рублей. Елена Гальперина, Александр Петров, Республика Сочи. Одна страна, одна команда. С 9 по 11 октября чебоксары принимают высоких гостей – спортсменов, журналистов и всех участников Международного форума «Россия – спортивная держава». Первый день начнется с утренней зарядки со звездой. Затем стартуют соревнования по спортивной ходьбе. В 13.00 9 октября будет дан официальный старт Международному дню спортивной ходьбы. Более 10 тысяч человек под руководством специалистов школы Олимпийского резерва пройдут пешим маршрутом вокруг залива. На имена всех выдающихся ходоков проводится, на их призы соревнования проводится. Все спортсмены ведущие уже по школам распределены. На встречах для себя я сделала план, запланировала здесь на самом маленьком посадке, на самом вечном хожу. В 14.00 на Красной площади начнется спортивный парад, в котором примут участие чемпионы мира и России. Туристические маршруты для гостей сформированы. Обзорная экскурсия по городу Чебоксары – один из них. Творческие коллективы готовы к встрече участников форума и проведению мероприятий. На Международном форуме «Россия – спортивная держава» у всех участников должна быть единая форма. В Новочебоксарске пока приобретено более тысячи футболок, а в Чебоксарах к началу октября планируют шить спортивные костюмы. Вопрос с единой формой в ближайшее время должен быть решен, подчеркнул глава республики. Также Михаил Игнатьев поручил проверить еще раз все учреждения общепита и продовольственные магазины. В кафе и столовых непременно должен быть перечень национальных блюд, а в супермаркетах – чувашская продукция и аннотация к ней. В рамках подготовки к форуму 27 сентября в Чебоксарах пройдет фестиваль Всероссийского комплекса ГТО. Участники – сотрудники предприятий и ведомств, студенты и пенсионеры. На стадионах «Энергия», «Труд» и на певческом поле пройдут спортивные соревнования между трудовыми коллективами предприятий города. В комплекс ГТО входят подтягивания, прыжки в длину, бег на 100 метров и другие упражнения. Результаты будут отмечены в индивидуальных учетных карточках. Они сейчас разрабатываются администрацией города совместно с Министерством спорта России. В них также будут прописаны нормативы по каждому упражнению. Татьяна Трофимова, Регина Кубайкина, Евгений Анисимов, Республика. И в продолжение темы. В минувшее воскресенье в 80 регионах страны прозвучал старт кросса нации. Чувашение осталось в стороне. В прошлом году Всероссийский день бега отметили более 54 тысяч жителей республики. На этот раз планку решили поднять до 60. На праздники спорта побывала и наша съемочная группа. Подробнее в следующем сюжете. Вот уже 11 год подряд жители Чувашии вышли на старт кросса нации, чтобы доказать, что мы действительно здоровая нация. Кто-то пришел поучаствовать в массовом забеге, кто-то побороться за медали. Но самое главное, что в день бега к спорту решили приобщиться все слои населения. Независимо от пола, возраста, социального статуса и уровня физической подготовки. Первыми вышли на старт участники массового забега. Им предстояло преодолеть 4 километра. Задачи, конечно, справились не все. Но важно, что начало дальнейшей работы над собой уже положено. С установленной дистанцией в 2015 метров справились все участники ВИП-забега. Представители органов власти, руководители организации и предприятий, а также прославленные спортсмены и пара спортсмены Чувашии. Почему я участвую? Потому что здоровая нация, здоровое государство. Я поддерживаю, кто занимается физико-культурным спортом. Я рад за наших людей и за тех, кто в юном возрасте, прямо в возрасте детского сада, так скажем, школьники, студенты, молодые люди, ветераны, несмотря на возраст, идут, потому что хотят быть просто в форме. А спорт – это очень эффективный инструмент, он помогает преодолевать трудности. На старт выходят не только спортивные команды или производственные коллективы. Так, семья Яковлевых пришла на кросс в полном составе. К сожалению, взять приз как самая спортивная семья им не удалось. Зато маленькая Вера в свои год и три месяца уже имеет первое спортивное достижение. Она стала самой юной участницей. Мы не в первый раз участвуем на таких соревнованиях. В прошлом году мы участвовали со старшим сыном, а дочке уже, можно сказать, что она уже может участвовать, и мы решили четвером поучаствовать на этих соревнованиях. Дочка у нас участвовала первый раз. Впечатление самое положительное. То, что такие спортивные мероприятия объединяют семьи, развивают спорт. Победители и призеры различных номинаций получили в качестве подарка сертификат приглашения на командный чемпионат Европы по легкой атлетике, который будет проводиться в Чебоксарах в 2015 году. Но те, кто пробежал на кроссе нации и не получили награды, не огорчаются. Ведь, как известно, главное не победа, а положительные эмоции и заряд бодрости, которые достались всем участникам без исключения. Екатерина Абрамова, Андрей Шоклев, Республика. Администрация столицы республики ищет варианты временного расселения жильцов дома номер 9 по улице Петрова. Сейчас пострадавшие чебоксарцы проживают в разных местах – общежитиях, гостиницах, там, где была возможность дать им крышу над головой. Некоторые из этих помещений изначально предназначались для приема гостей Международного спортивного форума. И там вовсю идет подготовка. Временным пунктом проживания может стать здание интерната имени Лебедева. Несколько лет назад лицей закрыли. Конечно, в помещении нужно провести некоторый косметический ремонт. Есть другие предложения по размещению. И сегодня глава администрации Чебоксара Алексей Ладоков вновь встречался с жильцами, чтобы обсудить все возможные варианты. В выходные свой праздник отметили специалисты, отвечающие за природный баланс в наше сложное с экологической точки зрения время. Лесоводы республики собрались в Канаше. И коллеги с Канажской студии и телевидения готовы поделиться информацией. Причем не только о форуме работников лесного хозяйства. На связи с нами Любовь Кулагина. Люба, здравствуйте. Вам слово. Добрый вечер, Ольга. Минувшие выходные для Канаша и Канажского района выдались очень насыщенными. Виной тому праздничные и спортивные мероприятия и к тому же разгулявшиеся бабье лето. В центре события оказались работники лесного хозяйства, учителя и приверженцы здорового образа жизни. Этих людей принято называть бойцами невидимого фронта. Законопослушные люди редко сталкиваются с ними в деле, а нарушители норм лесного права предпочитают и вовсе не сталкиваться. День работников леса отметили в администрации Канажского района. Хочу пожелать вам хорошего настроения, достойной работы в дальнейшем, чтобы это приносило результат развития республики. Олег Мешков отметил значимость развития сельскохозяйственной отрасли для благосостояния республики. Мы помним те времена, когда лесная отрасль, она вообще процветала. И доля лесной промышленности в валовом продукте занималась очень значительный процент. Потом были перестроечные годы, какие-то спады и так далее. И чуть ли не забыли, что у нас есть такая мощная отрасль, как лесное хозяйство. А теперь это государство все это догоняет, восполняет все утраченное немножко. И я уверен, что мы все уверены, что лесное хозяйство наше будет процветать. И так же, как и в былые годы, раньше, будет вносить свою достойную лепту в формирование бюджета, благосостояние народа и так далее. Не обошлось мероприятие и без традиционного вручения наград отличившимся работникам. Продолжением торжества 100 спартакиада работников леса, положившие начало новой красивой традиции закладки аллеи лесоводов. Участие в спартакиаде приняли более 300 человек. На этом у нас все. В эфире была Любовь Кулагина, Канажская студия телевидения. Спасибо, коллеги, до связи. А мы вернемся в Чубаксары. На юго-западе столицы республики застраивается новый микрорайон. Как идет строительство одного из домов по улице Чернышевского, вы можете узнать прямо сейчас. А я прощаюсь с вами. Всего доброго и до встречи в эфире. Одно из важнейших свойств современного дома – это его энергоэффективность. Компания «Стройинвест» ставит эту характеристику во главу угла. Стены выполнены сплошной кирпичной кладкой из паризированного кирпича. Широкие окна обеспечивают обширное попадание солнечного света. Организовано индивидуальное отопление. В общем, осуществляется полный контроль за потреблением всех ресурсов. Энергоэффективные окна – это пластиковые пятикамерные с двойными стеклопакетами. На балконах у нас будут витражи от пола до потолка, остекление с металлическим ограждением внутри. В доме предусмотрено индивидуальное отопление. Предусмотрена установка газовых электро- и водосчетчиков. В девятиэтажном доме 63 квартиры. Потолки 2 метра 70 сантиметров. Лифт рассчитан на людей с ограниченными возможностями и мам с колясками. В кабину можно войти прямо на нулевой площадке. Квартиры в этом доме в первую очередь подошли бы молодым семьям. Квартиры небольшие, средние габаритности, так скажем. Ни маленькой кухни, ни маленькие комнаты, но и не чересчур большие. Все проектирование выполнено с умом, без лишних площадей. Бонусом ко всем благам цивилизации идет лесной воздух. Дом построен рядом с зеленым массивом. Первые жители смогут заселиться в новые квартиры уже во втором квартале 2015 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова